За 80 годов своего иснования Барановицкая объединенная газета «Наш край» не только полюбилась мясцовым жахара, но и не раз заявляла про себя на профессийных конкурсах областного и республиканских узровнях. Что джонная пленная праца «Наш край» – это она кирована на тое, как за все дотримать руку на пульсе падений, что отбывается в регионе. А так само и с тюнного с часом. А это значит, что надо работать и над сайтом газеты. Чтобы выиграть конкурентную борьбу, сегодня мало быть. Печатные версии газеты нужно в условиях изменения, которые происходят сегодня на информационном рынке и Беларуси, и всего мира, искать новые формы и методы работы. Так и «Наш край» пришел к выводу о необходимости создания диджитал-редакции, которая в равной мере смогла бы работать и с печатной версией газеты, и в социальных сетях, и с сайтами здания. Сегодня «Наш край» – это что ты день, 32 сторонки актуальной информации про падений, которые отбываются в Барановичах и Барановицком районе. Сучасное колеровое оформление, разностайные рубрики, неспынная работа со словом. И как выник за потребованность учитачев и самоокупность газеты. Усёгэта безумовна заслуга коллективу-редакции, где працуют как молодые кадры, так и мастры пяра со стажа. Сярод их журналист с большим 35-годовым вопытом Святлана Гиль. Как бы ни были актуальны сегодня интернет, телевидение, газета остаётся газетой. Газета остаётся любимым делом. Тем делом, ради которого мы работаем и ради которого нашу газету, наш край, вот я говорю именно о своей газете, родной газете, выписывают тысячи и тысячи жителей Барановичей и Барановического района. Я ныне ведуць выходных и свята у журналистов ведущего выдания региона, областной газеты «Заря». На черговой летучце оперативно обмерковывают надённые пытания и отправляются працевать. Бо термин придатности на ВИН усягу некольких годин. А быть первыми на полосе и в интернете – головная задача журналистов. Мы ищем баланс сегодня между печатной версией и интернет-ресурсом. Конечно, молодая аудитория, она сегодня больше в интернете. Поэтому для них мы специальную информацию предоставляем в наших интернет-источниках. Ну, а более старшая аудитория, она привыкла к газете. И я думаю, что газета ещё будет существовать не одно десятилетие. Информация – один из самых важных продуктов споживания у любой час. В Усесёне свята Акулпера застала их у литеральном сенте на передовой. В условиях эпидемии коронавируса супрацовникам Зари доводится изменять подход отримания информации. При этом контент газеты по раннейшим задовольняют заплаты читачу. Стали более мобильными и универсальными. В нынешней ситуации тоже приходится подстраиваться и под героев, которых мы ищем всё чаще заочно. Приходится входить в ситуацию, в положение, с кем мы общаемся. Выкручиваемся, стараемся. Кроме сайта, у нас ещё есть печатная версия газеты. Её тоже приходится делать с колёс. Стараемся, чтобы она была интересной, современной, разноплановой, разножанровой. Чтобы там тоже читатели находили что-то интересное для себя. Работать стало сложнее, но не менее интересно. Коллектива редакции Зари больше за 50 супрацовников, что дня працуют для того, чтобы громадская сотримливала самую актуальную и правдивую информацию в любой час. Бухголовная оценка працы у всех журналистов в области – удячные читачи. Журналистика Брещена на протяжении ряда лет занимает очень высокие позиции. Конечно, заслуга здесь в том, что в профессию приходят действительно люди, которые настоящие профессионалы, понимающие и знающие современный мир и желающие нести свою позицию читателю, зрителю, как можно более грамотно, достоверно и оперативно. Газеты региона – от областного выдания до каждой районки. Сегодня имкнуться исти у ногу с часом и быть запотребованными у своих читачев. И в профессийное свято усім коллегам хочется пожадать надзенных темп, цікавых героев и высоких тиражов. Анастасия Цикун, Татьяна Далевская, Елена Ракуць, Миколай Рудский, Телерадио Компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова